Электронная форма проведения общих собраний собственников многоквартирных домов становится все более популярной. Такой формат голосования доступен в единой информационно-аналитической системе ЖКХ. Инициатором может выступить любой собственник помещения в доме. Повестка эта, она зафиксирована в системе, система защищена, какая-то либо манипуляция с ней невозможна. И плюс это моментальное информирование о проведении собрания, о повестке, а также о результатах. Удобство участия в общих электронных собраниях собственников домов, где имеется муниципальный жилой фонд, оценила и администрация округа. Нам, конечно, это в электронном виде очень удобно делать, потому что не нужно заполнять кучу бумаг, не нужно оформлять кучу допусков и подписывать множество листов. Просто заходим в систему по тем квартирам, которые муниципальны, принимаем решения. И это происходит очень быстро, комфортно и позволяет обработать очень много собраний, очень небольшим количеством людей. Для участия нужно сделать всего несколько шагов. Войти на сайт или в мобильное приложение единой информационно-аналитической системы ЖКХ с помощью подтвержденной учетной записи на госуслугах. И указать адрес собственности на странице общих собраний. Это дает доступ ко всем голосованиям, проходящим в доме собственника, и возможность самому организовать тот или иной референдум. Я думаю, что надо следовать и не отставать от требований времени. Сейчас все больше и больше услуг в государстве, в частном секторе предоставляются в электронном виде. И голосование, оно также должно быть в тренде и давать дополнительную гибкость, удобство и выбор нашим гражданам. Ни для кого не секрет, что сейчас каждым годом мобильность населения растет. Пандемия немножко подкосила, но она же закончится. И мы с удивлением узнаем, что мы в квартире проводим меньше времени и, соответственно, меньше возможности участвовать в жизни дома. А так вы будете иметь возможность участвовать в ней дистанционно. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».